МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день ледовая обстановка у нас неблагоприятная. Это связано, в первую очередь, с прохождением череды циклонов, усилением ветра, нагрузкой ветровых и волновых нагрузок на ледовый покров в бухтах Гернера, Нагаева, традиционных мест для подлёдного лова рыбы. В бухте Нагаева у нас работает ледокол, часть ледового покрова отколота, поэтому нахождение на льду как в бухте Гернера, так и в бухте Нагаева небезопасно. Буквально в воскресенье произошёл отрыв в части ледового покрова. Складывающая ситуация могла привести к трагическим происшествиям, связанным с провалами как людей, так и автотранспорта под лёд. Поэтому рыболовым любителям хотелось бы пожелать избегать подобных ситуаций, соблюдать правила нахождения на льду, не выезжать на автотранспорте на ледовый покров водоемов, тем более, что это запрещено постановлением мэрии города Магадана. И за это существует административная ответственность. И не пренебрегать жизнями людей и также пассажиров, находящихся в автотранспорте. К сожалению, инспекторским составом центра ГИМС ежедневно проводится мониторинг, в ходе которого мы видим людей, которые передвигаются по ледовому покрову бухты Гертнера и Нагаева на автотранспорте, подвергая тем самым свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. Напомню, что у нас ежегодно происходят происшествия, связанные с провалом автотранспорта под лёд. Зачастую эти происшествия приводят к гибели людей. В очередной раз хотелось бы предупредить людей об опасности, существующей при движении автотранспорта по льду бухт Гертнера и Нагаева. Вообще, из года в год вы предупреждаете людей об опасности. Вообще, обстановка меняется к лучшему или всё-таки люди продолжают рисковать своей жизнью? В прошлом году у нас 9 мая произошло происшествие в бухте Нагаева. Это связано было с нахождением людей на ледовом покрове в бухте Нагаева. Уже в период разрушения льда произошёл взлом ледового припая и дальнейшее его разрушение. Инспекторами центра ГИМС было спасено 7 человек, спасателями было спасено более 20 человек, сняты были люди с льдин. Удалось избежать жертв, так скажем. Но, тем не менее, повторюсь, что наиболее опасными периодами для нахождения на льду является и периодами, когда возникает происшествие, связанное с отрывом льда, с его разрушением. Это январь, апрель и начиная с конца марта по начало мая. Вот данные периоды являются наиболее опасными, тем более, что у нас сейчас усиление ветра, поэтому прежде чем выходить на лед, людям необходимо убедиться, существуют ли запреты, убедиться в прогнозе погоды на ближайший день. Состояние льда пожарно-спасательным центром эта информация по местным телеканалам доводится с описанием карты, с указанием наиболее опасных мест. ГИМС устанавливают в наиболее опасных местах, в трещинах, в разломах, знаки, опасная зона. Поэтому мы делаем все для того, чтобы предотвратить происшествия, связанные как с провалом автотранспорта под лед, так и с провалом людей. Ежегодно в Главное управление с просьбой оказать помощь обращаются родственники, рыболов, любители, которые выдвигаются в район бухты Мелководная. Поступила просьба с оказанием помощи. Магаданские спасатели филиала ДВРПСО выехали в район бухты Мелководная для оказания помощи людям. Люди были доставлены безопасно в город Магадан. Расскажите про статистику несчастных случаев за последние пять лет. Какой процент смертности и детей в том числе? Бухта Гертнера у нас является бухтой традиционного подледного улова рыбы, так как и бухта Нагаева. К сожалению, в данной бухте постоянно происходит происшествие. В прошлом году, я повторюсь, в Нагаево произошло происшествие. В позапрошлом году, в 2016 году в Гертнера произошел провал автомобиля Toyota Prado, подлед, при котором погибла, к сожалению, женщина. В 2014 году произошел провал, но благодаря тому, что сотрудники государственной инспекции находились в непосредственной близости, человека извлекли из воды, автомобиль утонул, но удалось своевременно доставить в областную больницу, где была оказана своевременная помощь медицинская. Человек остался жив. В большинстве случаев провал автотранспорта под лед, вот как было это в 2017 году, на реке Яна произошел провал, при котором погибло 4 человека, в том числе, к сожалению, один ребенок несовершеннолетний 2012 года рождения. Поэтому передвижение в запретные сроки на автотранспорте по льду, либо выезд на ледовый покров вне ледовых переправ категорически не рекомендовано. Это может привести к гибели людей, что статистика вещупрямая. В 99% случаев провалы техники под лед приводят к гибели людей. Вы уже сказали о местах наиболее опасных, а есть ли какие-то наиболее безопасные места? Ну, наиболее безопасные места это, скажем так, реки Ола, Яна. Внутренние водоемы являются наиболее, с моей точки зрения, безопасными водоемами. Но, опять же, каждый гражданин должен убедиться в прочности льда и соблюдать самые простейшие меры безопасности. А как понять степень опасности льда, чтобы человек смог объективно оценить обстановку? При прохождении циклонов по территории области не рекомендовано категорически выходить. Каждый человек должен понимать, что при провале под лед можно получить либо вред здоровью, либо вообще погибнуть. Поэтому лучше воздержаться в такие периоды. А как понять визуально, опасен лед или нет? Начнем с того, что лед на пресноводных водоемах значительно хрупкий, да, так скажем. На морских акваториях лед более эластичный, но, тем не менее, существует скрытая угроза, да, в виде волнения моря, либо в виде приливных длевых явлений, которые негативно влияют на состояние льда. Ну, прежде всего, лед визуально. Толщина льда должна быть для безопасного нахождения человека на льду не менее 15-20 сантиметров. Общепризнанная безопасная толщина льда. Но, тем не менее, не надо забывать, что лед, по крайней мере, вот на наших водоемах, на горных реках, на внутренних водоемах, неоднородный. В некоторых местах существует промой, и визуально определить толщину льда иногда не представляется возможным. Наши реки, как правило, имеют горный характер. В некоторых местах существует промой, подмывает лед, и существует большая вероятность провала. Поэтому человек, передвигающийся по льду, прежде всего, должен, как правило, иметь средства спасения. Сейчас продаются так называемые царапки, при помощи которых человек самостоятельно при провале может выбраться. Ну, в случае необходимости он должен иметь фал длиной не менее 5 метров. Если кто-то провалился, подать фал, чтобы безопасно для себя оказать помощь человеку, провалившемуся. Также рекомендуется иметь пешню при себе, в которой можно проверить прочность льда. Ну, и самые простейшие меры безопасности. То есть, если не рекомендован выход на том или ином участке, на водоем, следует его соблюдать. Будем надеяться, что люди прислушаются к вашим советам и будут ценить свою жизнь. Сергей Григорьевич, благодарю вас за беседу. Спасибо. Это была передача «Разговор по существу», и мы общались с главным государственным инспектором по маломерным судам, начальником отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Магаданской области Сергеем Печерица. Благодарю вас. До свидания. Продолжение следует...